Рад вас слышать, видеть. Сейчас у нас состоится не первое уже мероприятие, кроме показов фильмов. Была встреча с нашим режиссёром-докоменталистом, была ещё одна встреча с нашим космическим деятелем. И вот сейчас встреча с уникальным человеком. Многие наверняка видели его лекции на канале «Культура». Для меня ещё этот человек уникален тем, что он может рассказывать о том, что мы с вами мало знаем, весьма доходчиво. Но ещё и потому, что мы у него всё время спрашиваем, сколько же ты знаешь языков. Но он ответит, наверное, на этот вопрос. Ну а самое главное, его сегодня лекция непосредственно связана со Вселенной, у которой, как выясняется, язык один. Я представляю вам, нашего уникального учёного, лингвиста, полиглота Дмитрия Петрова. Добрый вечер. После такого представления очень трудно соответствовать всему, что было заявлено, но я постараюсь. Я немножко расскажу, поделюсь с вами тем, чем я занимаюсь, что мне интересно. И, разумеется, с огромным удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас появятся. Итак, языки людей, язык Вселенной. Я всю жизнь в разной степени и в разных формах занимаюсь языками и языком. Достаточно давно сделал это своей профессией. И меня всегда завораживало, насколько языки людей разные. Не только языки разных народов, но и языки представителей одного и того же народа. Потому что нет двух людей, которые абсолютно одинаково говорят даже на одном языке. И моей страстью всегда было постоянно осваивать какие-то новые, новые, новые языки, даже не ставя при этом какой-то цели. Я долгие годы работал переводчиком в разных формах. Я переводил художественную литературу, переводил переговоры глав государств, синхронно переводил. Вы представляете, это такой параллельный перевод, в то время, когда выступающий говорит. То есть нет возможности взять какую-то паузу и подумать, над чем что-то говоришь. И я достаточно давно стал придумывать какие-то методики ускоренного, интенсивного освоения языков, прежде всего для себя любимого. Потому что останавливаться не хотелось, но жизнь коротка. И сколько можно выучить языков таким традиционным способом, когда мы сколько-то лет учим язык, может быть два, в школе, в высших учебных заведениях. Ну далеко не все довольны своим результатом. И меня это всегда, в общем-то, возмущало. Ну как так? Десять лет учить где-то в школе, пять лет или шесть лет в ВУЗе, какие-то курсы. Но почему нет вот этого ощущения? Очень у многих людей, к сожалению. И на каком-то языке я стал рассматривать неожиданно для себя, потому что всегда считал себя исключительно гуманитарием. То есть помимо языка как такового, меня всегда интересовала история, культура, традиции, народов, которые на этих языках говорят. Но вдруг каким-то образом я понял, что каждый язык — это не просто набор слов, набор грамматических правил, которые складывались веками, может быть, тысячелетиями, но это определенная матрица, определенная математическая структура. И меня в какой-то момент это поразило, потому что я никогда не блистал в сфере точных наук. Но вдруг совершенно с другой стороны, со стороны гуманитарных дисциплин, я подошел к пониманию того, что все есть система, все есть структура, все есть механизм. Потому что не случайно то, о чем мы сегодня с вами говорим, каким-то образом привязано к теме фестиваля, на котором мы присутствуем. И в попытке найти вот эти какие-то закономерности я стал общаться с людьми, которые профессионально занимаются точными науками и стал показывать им, что вот для того, чтобы освоить какой-то новый совершенно для себя язык, мне требуется знать вот это, это и это, набор каких-то алгоритмов. И совместно мы пришли к выводу, что для того, чтобы освоить, осознать, впитать в себя ядро или матрицу нового языка, пока мы говорим о языках людей, достаточно освоить и усвоить объем информации примерно равной таблице умножения. Ну, таблица умножения тоже требует какого-то времени, каких-то усилий. Может быть, целую половину первого класса средней школы приходится потратить на то, чтобы вот умножать 5-6 и 7-8 без проблем, без задержки. Но удивительным образом вот это все многообразие языка, которым каждый из нас пользуется, выстраивается в ряд очень стройных, логичных структур. Чуть позже я расскажу, в чем они состоят. Я думаю, многим из вас это будет интересно. Но в какой-то момент я подумал, ну, если в языке, в такой очень гуманитарной, очень человеческой сфере присутствуют какие-то принципы математики, механики, даже арифметики, то, может быть, и наоборот, может быть, и математика, и другие точные науки тоже являются своего рода языком. И навело меня на эту мысль вот что. Когда я учился на переводческом факультете, занимался лингвистикой, меня постоянно терзал вопрос. Вот здесь вы в основном люди молодые, и не помните, что было такое великое учение «диалектический материализм». Ну, это такое философское направление, которое доминировало у нас в стране некоторое время. И один из основных постулатов его был в том, что все развивается от простого к сложному, от примитивного к более совершенному. Но так как я достаточно давно стал интересоваться древними языками и мог проследить эволюцию, меня поражало полное несоответствие вот этой концепции тому, что я видел воочию, изучая языки. То есть все древние языки, предки современных языков, сложнее, полнее, богаче, многообразнее, чем их ныне живущие потомки. Возьмите латинский язык и современный итальянский, который от него произошел. Древний английский язык. Вот английский большинство из вас в какой-то степени знает или хотя бы знакомы. А знаете ли вы, что тысячу лет назад древний английский язык имел примерно такую же структуру, как русский? В нем были три рода, были пять падежей, было очень много разных форм, которые потом исчезли. То есть налицо было явное упрощение. Что же происходило? И я подумал, а что у древнего человека было настолько же сложным, насколько сложным был его язык? А я достаточно много путешествовал и даже в очень отдаленных районах старался немножко освоить местный язык. Иногда это были языки очень малых народов, которых особо, ну, не хочется называть примитивными или первобытными, но, скажем так, нет развитой письменной устоявшейся культуры. Но, тем не менее, языки были у них колоссальные сложности. Например, язык бушменов, образ жизни которых вообще не поменялся за последние несколько тысяч лет. В нем 16 наклонений, 18 падежей, колоссальные обилия нюансов, которыми они выражали, в общем-то, простейшие явления, реалии своей жизни. И возникла мысль, может быть, вот эта сложность, изначальная сложность языка, это отражение всей сложности Вселенной и сложности самого человека, потому что человеческий организм всегда был сложен, независимо от степени развития культуры. И отсюда напрашивался такой вывод. Может быть, все, что мы видим, все, что нас окружает, представляет собой определенные проявления языка, общего языка. И человеческий язык – это лишь частный случай. То есть язык, на котором говорят люди, это такая же система, стройная система обмена информацией, как, допустим, взаимоотношения между элементарными частицами или генами в человеческом организме, или небесными телами. Ведь все технические достижения человечества, они немножко повторяют или пытаются повторить то, что мы видим в природе. Но самые совершенные достижения авиации не могут повторить, например, полет мухи. Так может быть, последнее достижение, которым мы все пользуемся, это всемирная система обмена информацией, интернет. Это тоже попытка повторить то, что уже присутствует во Вселенной. Это разговор всего со всем. Как говорил Лермонтов, и звезда звездою говорит. И действительно, очень во многих современных направлениях науки мы видим высказывания людей, светил соответствующих наук, например, квантовой физики, которые затрудняются обычным языком передать всю сложность того, чем они занимаются. Был такой ядерный физик Ричард Фейнман, который говорил, если кто-то думает, что он понял квантовую физику, он ничего не понял. А один из основателей квантовой физики Гейзенберг говорил, что когда мы говорим о мельчайших элементарных частицах, это, в общем-то, не материя в обычном понимании этого слова, это идеи, представления, которые, тем не менее, связаны какими-то взаимоотношениями и строгими правилами взаимодействия. Сегодня мы смотрели такой очень интересный фильм в планетарии про воду. Вода, всем понятная субстанция, молекула которой состоит из двух атомов водорода и одного кислорода. Я попробовал проследить некую аналогию. Язык человеческий выстраивается из звуков, фонем, смысловых частиц, морфем, слов, словосочетаний, текстов, то есть есть определенная иерархия. И эти словосочетания, эти звуки, эти буквы складываются не абы как, а повинуясь очень строгим законом. Нечто подобное, некую грамматику мы можем увидеть практически в любой сфере жизни и в любой науке, потому что есть определенный набор элементов, из которых выстраиваются системы, механизмы, структуры и определенные правила, по которым это происходит. И еще очень важный момент, который мне показался общим между языком с лингвистической точки зрения и языком, как системой обмена информации во Вселенной. Это роль наблюдателя, роль того, кто определяет. другими словами, роль контекста. Вот если представьте себе, что я напишу латинскими буквами четыре буквы. G-I-F-T. Gift. Представьте себе. Gift. Вот написано четыре буквы. Что означает это слово? Это слово будет означать подарок, если я решу, приму решение, что я хочу прочитать это слово на английском языке. Но если я приму решение прочитать это слово на немецком языке, это слово будет означать яд. Другими словами, некое сочетание звуков, букв начинает обретать смысл, энергию, вектор развития после того, как я принимаю решение, как выстраивать, каким образом, какое значение ему придавать и какую систему координат избрать для того, чтобы это делать. Поэтому, к чему привели все эти умозаключения? Я поставил такую цель, чтобы сократить эффективное время освоения нового языка не в разы, а на порядке. И почему это оказалось возможным? Сначала для меня лично, а затем для какого-то количества людей, которым это было интересно и с которыми я поделился. именно благодаря вот этому математическому подходу. Есть целый ряд языков, которые мне пришлось в какой-то степени освоить в очень ограниченное время. От недели до двух месяцев в зависимости от их сложности. И когда я говорю освоить, это, разумеется, речи не идет о каком-то совершенстве, совершенства вообще в природе нет. Но я говорю об уровне функционального владения данным языком, чтобы я мог на нем общаться или даже использовать его в каких-то проектах, например, в телевизионных. Для этого я нахожу вот ту самую таблицу умножения или матрицу, которая присутствует в каждом языке и разбиваю ее на несколько алгоритмов. Эти алгоритмы я воспринимаю как некие навыки, которыми нужно овладеть до автоматизма. Поэтому ближайшее сравнение, ближайшая аналогия, которую я вижу, это, например, занятие каким-то видом спорта или танцем или игра на музыкальном инструменте. То есть требуется не просто понять, как что-то устроено, требуется сделать это частью себя на органическом уровне. Ну, например, вы играете в футбол. Вы не можете, чтобы функционально играть в футбол, даже если вы это делаете на любительском уровне, вы не можете каждую секунду думать, под каким углом занести ногу, какое ускорение придать мячу, или там в теннис, или игра на гитаре. Вы не можете каждому пальцу постоянно давать сигналы из мозга. И то, что этого не происходит, как раз является причиной затруднения в изучении языков огромным количеством людей. Потому что мы смотрим какие-то правила, они просты, понятны, мы их слышали уже сто раз, но если это не стало частью вашего организма, то это не является вашим функциональным навыком. То есть ничего вам не дает в плане эффективного владения языком. И есть еще одна, не знаю, как ее назвать, еретическая или конспирологическая идея. Вот сейчас очень много говорят, скажем, используется метафора вируса, которая переносится в сферу виртуального мира из мира биологии. Мы говорим компьютерные вирусы, компьютер заражен, то есть эта метафора становится достаточно актуальной для массы людей. У меня возникла такая идея, что язык, как субстанция, человеческий язык, тоже имеет определенные признаки вируса. Сейчас попробую это доказать. Вот возьмем английский язык, большинство из вас с ним знакомы. английский язык, где он появился? В Англии. Когда он появился? Он сложился в своей древней форме где-то к 10-11 веку. И тогда он был в такой форме, как современный русский, обладавший колоссально сложной грамматикой и многими функциями, которых сейчас уже нет. В конце 11-го века Англию завоевали кто? Норманны. Норманны говорили на каком языке? На французском. Был такой Вильгельм завоеватель, который привез из Франции свою аристократию и практически все англоязычные люди были удалены со всех значимых позиций. То есть не то, что язык запретили, но загнали в глубокое подполье. В течение нескольких столетий Англией управляли люди, которые говорили на французском языке, английского языка не знали и знать не хотели. Что делал в это время английский язык? Он ушел в подполье, перешел в латентную форму существования. Для того, чтобы выжить, ему надо было адаптироваться к этой ситуации и приобрести конкурентные преимущества перед доминирующим французским языком. Что он для этого сделал? Он отбросил все окончания. Он избавился от категории рода, раньше было мужской и женский средний, не осталось ни одного. Он избавился от категории падежей, падежей нет. Он избавился от системы спряжения глагола, то есть она стала аналитической с помощью вспомогательных глаголов, как вы знаете. И в какой-то момент он вдруг вырвался на поверхность, съел словарный запас французского языка, обрубив все окончания, переделав их под свою фонетику, и в течение одного-двух поколений французский язык был изгнан из Англии. Английский язык стал бурно развиваться, покоряя не только этот остров, но и весь мир практически. Затем ему пришлось противостоять против мощных мировых языков, а ведь вплоть до середины 20 века даже в нашей стране английский язык не пользовался особых популярностью, в основном изучали в школах немецкий, французский в меньшей степени, английский так был где-то на задворках. Что позволило им, как он адаптировался к этому миру, чтобы расширить сферу своего влияния? Он стал первым языком массовой культуры. Все остальные литературные языки в мире были языками соответствующих элит в каждой стране. Английский язык стал языком массовой культуры популярной музыки, Голливуда и, в конце концов, интернета. То есть мы можем на примере других языков, не буду занимать ваше время, показать, как некоторые языки умирали, некоторые вступали в гибридные взаимоотношения, симбиоз с другими языками и рождали новые сильные поросль языковую, некоторые болели, но выздоравливали. То есть это очень интересно, огромное количество таких моментов, которые делают язык похожим на живой организм. И один из таких основных факторов это адаптация, адаптация к окружающей среде. Те языки, которым это не удается, постепенно уходят на периферию и умирают. Те языки, которым это удается, становятся более сильными. И вот эта конкуренция, межвидовая конкуренция между языками происходит в течение всей человеческой истории. Еще интересен такой момент. Когда мы занимаемся каким-то языком, мы изучаем какой-то язык, в это же время этот язык изучает нас. Он ищет наши потаенные места, как к нам пробраться, через что нас можно зацепить, через что нас можно инфицировать. И если мы его боимся, если мы его не любим, то мы соответственно получаем такое же отношение с его стороны. Он становится трудным, он становится страшным, непонятным, чужим остается. Если мы его любим, если мы к нему открыты, он с удовольствием сливается с нами и становится частью нас. Поэтому когда я сам учу язык или помогаю кому-то это делать, я обязательно предлагаю найти какие-то позитивные эмоции, ассоциации, которые с этим языком связаны. Язык не должен оставаться просто сводом грамматических правил, словарем, с огромным количеством слов. Это должна быть совершенно живая субстанция, живая среда, в которой мы можем чувствовать себя, если не так же комфортно, то по крайней мере он должен перестать для нас быть чужим и стать немножко своим. Причем есть такие мифы, что существуют в природе люди, которым не даются языки, которые не способны к языкам. Это очень вредный миф, потому что каждый человек, который по определению способен говорить хотя бы на своем родном языке, способен говорить и на ряде других. Каждый новый язык, говорю это по опыту, требует гораздо меньше, может быть в два раза меньше времени и усилий, потому что механизм, который позволяет нам пользоваться этой системой коммуникации, безразмерный, он готов принять туда столько языков, сколько вам нужно. при условии, что существует какая-то своя личная уникальная мотивация. И конечно очень важно, что в наше время, когда очень многие наши функции мы делегируем нашим замечательным электронным гаджетом, память, интуиция, навигация, все это можно сделать с помощью мобильного устройства, изучение, освоения языка остается, может быть, очень важным инструментом для того, чтобы поддерживать в тонусе все эти свойства, и память, и интуицию, и способность подлинной, глубокой коммуникации с людьми, которые нас окружают, не только с людьми, но и со всем окружающим миром. Интересно еще такое, когда мы воспринимаем язык как некую реальность, превосходящую просто учебник иностранного языка, или программу иностранного языка, которую мы осваиваем в каком-то учебном заведении, язык, любой язык становится очень мощным средством для того, чтобы повысить уровень эффективности восприятия всего окружающего мира. То есть мы начинаем буквально видеть, слышать, чувствовать больше, глубже, шире, чем это происходит, когда мы владеем только одним языком. И это ощущение становится, проявляет себя абсолютно на физическом уровне. то есть когда мы начинаем не просто говорить на иностранном языке, когда мы чувствуем вот эту новую систему измерения, новую систему координат, которая нам становится подвластна, это становится очень мощным ресурсом получения информации об окружающем мире. Я думаю, может быть, вы готовы уже задать какие-то вопросы, потому что я готов на них ответить. Пожалуйста. Объективно, самым сложным для человека становится язык, максимально далекий от его родного. В моем случае и в случае большинства русскоязычных людей, это языки китайской группы, китайский язык. Не просто азиатский, а азиатские языки очень разные. Именно такие языки, как китайский, почему? Это совершенно другая структура восприятия описания реальности. Во-первых, система иероглифов, от которой китайский язык не может избавиться, потому что иероглиф это то, что делает Китай и китайцев единой нацией. Если бы они перешли на алфавитное письмо, выяснилось бы, что китайцев нет, а есть очень много разных народов. Второе, тональная система. Значение, смысл слова зависит от тона, с которым мы произносим его. Это то, что существенно отличается от привычных нам языков. И третье, это общая система мировосприятия, потому что каждый язык напрямую связан с менталитетом соответствующего народа. И очень интересно наблюдать. Это проявляется во всем. И в бытовых каких-то проявлениях, и в экономике, и в политике. Кстати, очень много конфликтов возникает из-за того, международных конфликтов, из-за того, что люди не просто не знают язык своих собеседников, партнеров, из-за того, что не способны вникнуть в их систему понимания мира. Поэтому я всегда настаиваю, что изучая язык, обязательно надо интересоваться менталитетом, традициями истории народа. Пожалуйста. Было несколько попыток в истории человечества создать некий искусственный общий язык. Искусственные попытки, как правило, не привели к каким-то значимым результатам, но, естественно, людям всегда надо было как-то между собой говорить, потому что всегда возникали то, что называют лингва франка, общий язык на каком-то пространстве. Если взять европейский континент, то долгое время это была латынь, затем французский, сейчас, очевидно, английский. Трудности создания или принятия какого-то языка как всеобщего заключаются в том, что люди очень разные и как только возникает единый язык условно, он тут же начинает распадаться на какие-то региональные, социальные диалекты, варианты разновидности. Скажем, есть ряд языков, в которых есть регулирующий орган. Например, у нас есть институт русского языка, который, если решит, то кофе будет среднего рода. Нечто подобное есть во французском языке, французская академия, которую основал кардинал Ришелье, который не только издевался над бедными мушкетерами, но и создал первую систему регулирования общенационального языка. Это было необходимое условие создания государства, которое он планировал, французского королевства. Есть нечто подобное в немецком языке институт Гёте. В английском языке нет никакого регулирующего органа. То есть, по сути, английский язык можно считать в каком-то смысле универсальным языком, но когда люди начинают на нем говорить, люди из разных стран, постоянно возникают какие-то коллизии, потому что люди вкладывают совершенно разные смысл. Я приведу один пример из своей практики переводчика. Я присутствовал при встрече топ-менеджеров очень крупных мировых финансовых структур. Люди были из разных стран, они все прекрасно говорили по-английски. Но для протокола должен был быть специалист в моем лице, если вдруг нужна какая-то помощь, чтобы помочь. и между собой говорили русский и француз на английском языке. Очень оживленно говорили, прекрасно друг друга понимали и даже собирались что-то подписывать. Рядом со мной сидел англичанин, который с недоумением на них смотрел, а потом спросил, о чем они говорят. Люди говорили на прекрасном английском языке, русский и француз. А ключевое слово, которое они обсуждали на английском языке, было слово action. Action. Что такое action? Это действие, да, action. Но вот эти люди думали, что action это акция. Потому что по-французски аналогичное слово action, это тоже акция, ну в смысле ценная бумага. И по-русски это ценная бумага. В английском языке нет такого значения. То есть люди, которые считали, что они прекрасно понимают друг друга, они действительно прекрасно друг друга понимали, но это уже не являлось тем самым универсальным языком. Поэтому возникла даже идея, причем продвигают ее топ-менеджеры ряда международных корпораций, сформировать такой язык, который будет называться глобиш. Это новейшая попытка создать такой международный язык. Условие одно. На основе английского языка, на основе английских слов, но условие одно. У каждого слова должно быть только одно значение. Никаких метафор, никаких переносных смыслов, никакой игры слов. Одно слово, одно значение. Все. Но человечество настолько многообразно. и еще один пример. Вот сейчас, когда настолько развита культура сериалов, уже очень много фактов было, когда английская аудитория пользуется американскими сериалами в переводе на свой английский язык. Американцы требуют, чтобы британские сериалы переводили на американский. То есть вот казалось бы, зачем выдумывать, вот вам глобальный универсальный язык. Но он уже распадается на варианты, на диалекты. Это слишком живая субстанция, чтобы ее можно было регулировать. Пожалуйста, еще вопросы. Для меня языки, особенно те, которыми я чаще всего пользуюсь, обладают определенным характером, темпераментом. То есть это как люди, как друзья. Вот иногда я дружу с одним, потом он мне надоел, я начинаю дружить с другим. А потом вдруг соскучился по-первыхому, возвращаясь к нему. То есть это определенные отношения с каждым из них. Именно поэтому я говорю, что язык это не просто грамматические правила и словарь. Это определенное состояние души. Поэтому это состояние может, конечно, меняться. У вас есть конкретно человек, который для вас заменяет всех остальных? нет. Вот и у меня нет. Сегодня один, а завтра другой. Да. Значит, есть общие законы эволюции и есть индивидуальные для каждого языка. Общие законы эволюции языков показывают, что окончания чаще всего умирают или их количество сокращается. Но исчезают не только окончания, то есть упрощается система спряжения, склонения, но и сама форма речи, организация речи. Например, за последние 20 лет в русском языке из разговорной речи исчезли практически причастные обороты, деи причастные обороты, сложно подчиненные предложения, они стали редкостью. То есть если вы сравните речь русскоязычного человека 30 лет назад и современного, вы увидите, насколько изменилась сама структура его. Казалось бы, те же самые слова, те же самые правила, они так быстро не меняются, но речь становится проще. Это результат того, что иногда есть такая расхожая фраза клиповое восприятие или клиповое мышление. То есть современному человеку требуется гораздо более быстрая смена декораций, смена кадров. И это проявляется, не знаю, к сожалению или к счастью, но это проявляется в языке. Это отражается в литературе и гораздо больше это отражается в визуальных видах искусства, скажем, в фильмах, в сериалах. Причем это касается всех языков. Ну, мы говорили, что наиболее отдаленный от нашего родного языка воспринимается как самый сложный. Для русскоязычных это языки китайский, тибетский, это целая группа, сино-тибетская семья языков. Они максимально далеки и по структуре, и по произношению, и по орфографии. Пожалуйста. Мне нравится, чем я занимаюсь. Есть такой американский исследователь Нуам Чомский или Хомский. У него есть концепция универсальной грамматики. По этой концепции каждый человек рождается уже с врожденной вот этой матрицей языка. Эту матрицу остается только заполнить конкретными словами, присущими тому или другому языку. То есть способность пользоваться языком, как система обмена информации, в человеке уже заложена. И я согласен с этой позицией. И если вернуться к тому, с чего я начал, какие алгоритмы важнее всего, чем я интересуюсь, когда я начинаю изучать совершенно неведомый для меня язык. Первое, это в каждом языке могут быть тысячи и десятки тысяч слов. Да не то, что могут быть, а есть. Но количество глаголов самой важной части речи везде ограничено. В реальной разговорной речи это не более двух-трех сот, которые используют большинство людей, независимо от уровня образования, от возраста. Поэтому первое, что меня интересует, ключевые формы глагола в данном языке. Это информация, которой можно заполнить одну страницу. Не требуется для этого толстых учебников. Это то, что я выявляю для себя. Что происходит с глаголом. Второй момент, это порядок слов. Порядок слов с самого начала, независимо от количества слов, которые мы знаем, дает нам возможность начинать говорить. Потому что самый главный механизм это комбинаторика. Комбинаторика означает, что вы можете знать не очень много слов, но создавать значительное количество комбинаций. Это то, что происходит с маленькими детьми. Со всеми нами это произошло в нашем родном языке. мы начали говорить не когда освоили огромный словарь русского языка, а когда мы из нескольких десятков слов научились создавать комбинации. И я настаиваю на том, что это первый механизм, который должен быть освоен при изучении языка. Пожалуйста. То есть может ли простой язык стать сложнее? Такие факты есть. Когда язык или забытый, или который использовался может быть каким-то национальным меньшинством, вдруг получает литературную форму, литературная форма дает возможность переводить на этот язык с других языков. Тогда ускоренными темпами даже не очень замысловатый язык начинает создавать сложные конструкции, создавать неологизмы, формировать какие-то новые грамматические структуры. Да, такие случаи есть. Ну, нечто подобное произошло с рядом языков бывших республик Советского Союза. Пожалуйста. Продолжение следует... Понял, да, понял вопрос. Я замечал такую вещь. Когда я начинаю, когда я провожу какой-то курс какого-то языка, первый вопрос, который я задаю, какие ассоциации у вас вызывает этот язык? Обычно, когда я задаю такой вопрос, какие ассоциации у вас вызывает английский язык? Большинство людей говорят так, Лондон is the capital of Great Britain или это рисунок Big Ben или доска, на которой мелом что-то написано Who is on duty today? Или там первая двойка. Ну, в общем, что-то такое. Потому что большинство людей его учили в школе. А когда спрашиваешь, какие ассоциации у вас вызывает итальянский язык? Все говорят, о, там солнце, челентано, пицца. в общем, какое-то позитивное. Потому что большинство людей этот язык не учили. Какой вывод мы можем сделать этого? Что вот этот стереотип, он может играть и позитивную, и негативную роль. Пока вам не поставили двойку по итальянскому языку, все остается весело и замечательно. вывод отсюда. Не надо ставить двойку, надо приветствовать, чтобы даже те два слова, которые вы можете использовать, вы их с удовольствием и с ощущением свободы произносили. Поэтому важное правило, на котором я настаиваю, ни в коем случае нельзя бояться ошибок. Ни в коем случае. И ни в коем случае, если вы учите кого-то, нельзя ругать или наказывать за ошибки. мы учим язык, в том числе на физиологическом уровне. И когда я спрашивал людей, а в каком месте вашего физического тела вы испытываете какое-то затруднение, когда изучаете иностранный язык. Показывали в основном три места. Здесь, здесь и здесь. Здесь затруднения, дискомфорт возникает у людей, которые склонны все анализировать, стремятся к совершенству, какой артикль, где поставить. Голова пухнет. И ощущения неизприятных. У других вот здесь, у многих. Когда вроде я все знаю, все понял, но как только хочешь рот открыть, слова не выходят. И вот здесь, нижняя часть живота, здесь дискомфорт бывает у людей, которые боятся. вдруг я чего-то не то скажу и надо мной смеяться будут или не так пойму. Поэтому вот когда я обучаю синхронных переводчиков в университете, они прекрасно знают язык. Языку их не надо учить. Их надо учить переводить. Я говорю, первое, чему я их учу, это дышать. Вдохнул, выдохнул, все напряжение ушло, открылся и вперед с эмоциями, с позитивными образами. Поэтому да, это очень важно. Образы, ассоциации, которые настраивают нас на позитивное отношение к этому языку. Пожалуйста. А что делать остальные 10 лет? Заимствование других слов. Заимствование иноязычной лексики это явление, которое всегда происходило и всегда наверное будет происходить. Есть несколько языков, в которых законодательно запрещено заимствовать чужие слова. Например, исландский язык. То есть любые технологии, компьютер, космос, все такое, они изобретают только свои слова со своими корнями. Не дай бог кто-то латинское или английское слово использует. Во Франции очень жестко вплоть до штрафов борются. с теми, кто использует английские слова. А есть языки, которые очень активно в течение всей своей истории иноязычные слова заимствуют. Например, русский. Да и тот же английский. Русский язык постоянно заимствовал. Сначала из германских языков, из тюркских языков, затем из французского, из немецкого, сейчас из английского все это знают. Я считаю, что русский язык потому и велик и могуч, каким мы его считаем, потому что он способен переварить все, что ему необходимо, оставить, а что не надо, выплюнуть. То есть, я считаю, что это свойство здорового языка находиться в состоянии обмена. Естественно, при этом возникают какие-то отклонения в ту или иную сторону. Одни принципиально избегают, а другие, наоборот, грешат излишними заимствованиями. Но если мы возьмем исторический период, вот хотя бы 20-й век, там, 20-е годы была лавина заимствований, потом что-то из этого осталось, остальная часть ушла. 30-е, 40-е, в общем, возьми, любое десятилетие, были какие-то модные, новые слова из других языков, какие-то из них остались, какие-то исчезли. То есть, в принципе, я в этом не вижу ничего страшного, но, конечно, вопрос вкуса, вопрос образования и вопрос чувства стиля для каждого носителя языка, насколько, то есть, какой уровень использования этой лексики ему стоит делать. Пожалуйста. если мы вернемся к тем сферам науки, в которых я никакой не специалист, но, тем не менее, я постоянно вижу аналогии, метафоры из лингвистики в самых разных сферах знания. когда читаешь или слушаешь что-то про биологию, постоянно используются такие метафоры, что клетки общаются между собой, клетка получает информацию или элементарные частицы. Вот, возвращаясь к той же воде, два атома водорода объединились с атомом кислорода, получилась молекула воды, она передает информацию о позитивном или отрицательном заряде другим молеклам, или генетический алфавит. Нет такого генетика, который постоянно не прибегал бы к лексике из области лингвистики. Алфавит, понимание, непонимание, передача информации. Поэтому я и говорю о том, что некая система обмена информацией, она гораздо глубже и шире, чем просто язык в привычном для нас понимании. Это общение, коммуникация между всем и всем. Пожалуйста. Я понимаю, насколько насыщена программа обучения в школах, или, может быть, это иллюзия, но я, например, считал бы, что какие-то основы латинского языка никому бы нигде ни на каком уровне образования не помешали. Это очень, скажем так, важный ресурс не просто лексики, а информации, потому что рассматривая, если мы знаем значения, даже привычные для нас каких-то слов, корней слов, мы получаем очень много информации о том, каким образом эти понятия формировались. такой пример. Вот есть, например, слово религия. Ну, религия, да, а что это означает? А буквально на архаической латыни это означалось восстановление утраченной связи. Лигары это связывать, ре, легары это повторно связывать то, что порвалось. и таких очень много примеров, которые просто позволяют немножко в другом ракурсе рассмотреть, как формировалась человеческая лексика. Или, например, как называются стороны треугольника в теореме Пифагора? А что означают слова катет и гипотенуза? Вот когда я разобрался с тем, что на древнегреческом языке означают эти слова, я понял, я буквально увидел картинку, как кадр, каким образом Пифагор создал свою теорему. У Пифагора отец был камнетез. То есть его задача была делать прямоугольные для строительства камня, кирпичи. И любому строителю известно, что есть такой отвес, с помощью которого строители стараются, чтобы стена строилась перпендикулярно к поверхности земли. Так вот, слово катет это отвес. И вот Пифагор, наблюдая очевидно за своим отцом, он смотрел, что он подвешивает. Катет, да? Катет, то есть эта сторона неизбежно прямо устремляется к земле. Второй катет, ну, понятно, поверхность, это тоже, она неизменна. А что такое гипотенуза? Гипотенуза, это означает натянутая веревка. То есть вот это прямая, это прямое, а вот то, что протянули, это натянутая. То есть фактически вот эти два слова показывают прямо картинку из жизни. Как вот, каким образом было сделано это заключение? Пожалуйста, есть еще вопросы? Путаться в языках можно, если они, если вы учите их параллельно, и либо они очень близкие, либо с ними не связана какая-то отдельная уникальная мотивация. вот я для себя называю это системой пин-кода. То есть вот для того, чтобы войти в какой-то гаджет, надо набрать пароль. Должен быть пароль для вхождения в каждый язык, и тогда их может быть очень много. Ну, например, итальянский язык, что сразу приходит в голову? Жестикуляция, паста, да, многие сказали, паста уже дело к ужину близится. А французский язык, что сразу приходит? Круассан, да. То есть можно набрать систему кулинарных пин-кодов. Паста, круассан, там что-то еще. Можно, я знаю людей, для которых играет значение цветовая гамма. Или музыка. То есть язык должен быть не просто, я вас сейчас начну спрягать глагол по-французски. Я должен немножко ощутить войти вот в это пространство. И когда каждое из этих пространств будет иметь свой вкус, цвет, запах, звучание, тогда они не могут перепутаться. Это так же, как опять возвращается, у вас может быть очень много друзей, но вы их между собой не путаете. Знаете, кого как зовут и какой у каждого характер и какие с каждым отношения. Поэтому предела, лимита, сколько можно знать языков, не существует. Вопрос мотивации. Для чего это мне надо и что я для этого готов сделать. по поводу конкретных языков. Значит, языки, которыми я когда бы ни было занимался, я располагаю в несколько уровней. Первый уровень это языки, которыми я пользуюсь постоянно. Я сейчас пандемия, правда, но чаще всего бываю в этих странах, общаюсь с их носителями, я их преподаю, я с ними перевожу. Это основные европейские языки. Английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, португальский. Есть ниже ступенька. Это языки, которые я знаю неплохо, но это языки либо малых стран, либо одной страны, с которыми естественно меньше бывает контакта. Ну, славянские языки, чешский, польский или греческий. Естественно, я гораздо реже бываю в этих странах. Есть языки, которыми я занимался специально под какой-то проект. проект. Например, китайский я осваивал для того, чтобы снять телевизионную программу для канала культуры. То же самое было с татарским, с казахским языком. То есть, это была конкретная программа, и ради этого я до какой-то степени этот язык осваивал. Есть языки, которые мне интересны с точки зрения эволюции. это древние языки. Санскрит, древнегреческий, латинский, древнеславянские языки. Есть языки, которые я сравниваю это с синдромом замороженного пельменя. То есть, допустим, 20 лет назад я освоил какой-то язык и достаточно неплохо на нем общался, но с тех пор я ни разу его не применял. Но он у меня лежит в запасе. И у меня есть технология, с помощью которой я за несколько дней могу его оживить и привести в рабочее состояние. Ну, такой пример. 20 лет назад я прожил где-то полтора месяца в Израиле. И я достаточно неплохо освоил иврит, то есть на бытовом уровне и на уровне чтения. с тех пор я ни разу не был в этой стране и не общался на этом языке. Но если мне скажут, что через неделю надо туда поехать, у меня есть технология, как я его оживлю. то конечно невозможно все эти языки держать на одинаковом уровне, но это и не требуется. Технология, почему с чего мы начали с разговора о математической формуле, она позволяет либо забытый язык, либо язык, которым ты никогда в жизни не занимался, ты знаешь ряд шагов, которые надо предпринять, чтобы вывести его на уровень владения. Кроме того, есть достаточно много языков, на которых я читаю, но не говорю свободно. Как это произошло? Ну, допустим, то, что французский, испанский, итальянский среди моих активных языков дает мне возможность свободно понимать и читать на родственных им языках. Галисийский, Каталонский, Валенсийский, Провансальский, Ретороманский, то есть целый ряд малых романских языков, которые я специально не учил, но знаю вот эти основные, поэтому я не могу утверждать, что я их знаю, но они мне понятны, и если мне надо будет на них активно заговорить. Кстати, четыре года назад я был в Барселоне, я перевел каталонский язык в разряд таких разговорных и даже записал на нем курс учебный, даже кто-то по нему до сих пор занимается, хотя я уже года четыре не пользовался. То есть для меня скорее это такие ряд кластеров языковых, в которых какие-то языки я знаю более активно, какие-то менее активно, но при необходимости я знаю, как к ним подобраться поближе. Пожалуйста, да. Думать? Вообще не нравится. Естественно, чаще всего... Значит, на самом деле мы не думаем на каком-то языке. Мы думаем системой образов, мыслей, умозаключений. у нас возникает иллюзия, что мы думаем на языке, когда мы пытаемся эту мысль вербализовать, то есть облечь форму слов. И в этой ситуации для меня, ну и для любого человека, который владеет каким-то другим языком, это связано с той средой и с той задачей, которую наша функция мышления в этот момент выполняет. То есть если я нахожусь не обязательно в этой стране, но в среде, которая требует от меня использования какого-то языка, он и является тем языком, на котором я не думаю, а вербализую свои мысли. Пожалуйста. Люди стали другими. Если говорить о простоте, тут надо очень четко поставить определение, что мы считаем простотой или сложностью человека. У современного, если мы говорим о современном человеке вообще, у современного человека появилось гораздо больше самых разных функций. Они не означают сложности навыка говорить или думать о них. То есть это фрагментация восприятия. Если в целом мы определим, что происходит. Фрагментация восприятия. То есть, например, человек, который 30 лет назад или 20 лет назад мог смотреть фильм с очень долгой сценой. Там колосится пшеница, главный герой сидит у окошка и смотрит. Одна минута, вторая минута, три минуты. Какой сильный, какой глубокий фильм. Современному человеку очень тяжело это смотреть. Если ничего не взорвалось в этот момент или что-то не произошло, я, конечно, обобщаю, но это просто немножко говорит о той функции многозадачности, которая характеризует современного человека. Это проявляется, например, в системе образования. То есть, мы видим подготовку специалистов, очень хороших, квалифицированных специалистов, но в очень узкой сфере, которые гораздо меньше имеют представление о сопутствующих, о смежных сферах, чем раньше было. То есть, раньше, но раньше это понятие условное, но, скажем так, человек, говоривший на том прежнем языке с причастными оборотами, он был более склонен иметь большую сферу эрудиции и компетенции. То есть, кроме непосредственной своей профессии, он имел, умел выполнять еще целый ряд задач. Это в меньшей степени проявляется сейчас. Ну, это так, если вот в общем. Да? от русского акцента избавиться? Ну, это очень индивидуально, есть люди, которые не могут избавиться, есть люди, которым это и не надо, но несколько практических советов, что можно делать с акцентом. Главный из них, наблюдайте, как носители этого языка говорят на вашем языке. Например, вы хотите выучить английский язык, вернее, научиться говорить, как говорят англичане. Обратите внимание, как они говорят по-русски, какие части лица у них напряжены. Или вы смотрите на француза, у него совсем все по-другому, он тоже говорит по-русски, но у него немножко все по-другому играет. или испанец может говорить вообще не открывая рта. Или немец начинает говорить немножко гортанно. Вы просто наблюдаете, потому что первое, что требуется для воссоздания акцента, это не произнесение каких-то правильных звуков, а формирование вот этого речевого аппарата. Стать немножко как он, если вы ставите такую задачу. А второй совет, когда маленький ребенок появляется на свет, он осваивая родной язык, он подражает близким своим людям, родителям, соседям и так далее, с кем он больше всего общается. Неважно, правильно, неправильно, но он подражает к ним, тянется к ним, они его не бьют, двойки не ставят, если он что-то не так сказал. Когда мы входим в новый язык, мы там такие же младенцы, и там у нас тоже должны быть какие-то объекты для подражания. Папы с мамой у нас там не будет, но должны быть симпатичные во всех отношениях для нас персонажи, носители этого языка. Это может быть актер, или политик, или ученый, спортсмен, кто угодно. Смотрите на него, вы знаете, что это за человек, вы знаете сферу его жизни, сейчас огромное количество ресурсов, найдите с ним интервью, ток-шоу, там, где он что-то говорит, ориентируйтесь на него, потому что мы невольно гораздо более успешно подражаем тем людям, которые нам нравятся, которые нам близки. Вот такие два практических совета по поводу акцента. Я заметил то, что когда вы отвечали на вопросы, вы отметили то, что у вас нет одного любимого языка, и я уверен, что вы сто процентов изучали немецкий. Вот хотелось бы у вас узнать, что вас больше всего привлекает в немецком языке? В немецком языке меня привлекает его романтика. Потому что есть по поводу каждого языка, так же, как каждого народа, есть стереотип и есть какое-то личное отношение. То есть, если скажешь, ну, немецкий язык, это что? Это там Ахтунг, Ахтунг, что-то такое. А чтобы понять его музыку, надо в немецком характере, как в каждом национальном характере, есть разные стороны. Там есть вот это Ахтунг, а есть очень сентиментальное, такое сентиментальное, романтичное. Вот и чтобы это почувствовать, попробуйте, ну, это может быть музыка, она у всех разная, у всех своя, но может быть стихи, стихи Гейна, например. Вот там вот это ощущение, это романтичность. И в каждом народе есть вот эти разные стороны, и надо найти ту, которая поможет нам вот эту свою ниточку завязать. Да, пожалуйста. Что? На разговорном уровне. На разговорном уровне, ну, языков 20, может быть. ну, это на этот момент. Просто я объяснил, что это такое понятие, которое есть язык сегодняшнего дня, а есть язык завтрашнего дня. То есть, если вы мне скажете, что завтра надо будет еще на каком-то поговорить, я знаю, что сделать, чтобы к этому прийти. да. Да. вот во всем, что касается спонтанного говорения на языке, как и во всем другом. 99% это слухи и шарлатанство, но всегда есть 1% реально необъяснимых фактов. Это и в языке, и в медицине, и везде, везде, везде. То есть, такие факты есть, их невозможно отрицать, и этому есть масса свидетельств. То есть, вот это абсолютно не изучено и трудно что-то утверждать, но, вероятно, это вот есть как раз проявление какого-то вселенского универсального принципа, языкового принципа, назовем это так. Ну, история, музыка, ну, такое все гуманитарное, но в последнее время я очень увлекся, я не всегда в этом признаюсь, что-нибудь такое по физике, по математике, но вот с точки зрения, так сказать, проверки своих гипотез, связанных с языком. Да? А если взрослый человек, когда изучает новый язык, он ассоциируется своим родным, то младенец выраста начинает говорить на родном языке, как он воспринимает, это как начинает говорить, как понимает эти слова. То есть, он же совсем чужой в этом мире и начинает говорить вдруг. нет, но есть дети, которые с детства говорят на разных языках. Это понятие билингвы, трилингвы, то есть, дети, у которых либо в семье, либо в ближайшем окружении говорят на разных языках, вполне могут вырасти с примерно одинаковым, он никогда не бывает 100%, но примерно одинаковым уровнем владения двумя-тремя языками. Более того, есть целые регионы, целые страны в мире, где это абсолютная норма. То есть, ну скажем, Россия относится к таким моноязычным территориям, так же, как целый ряд стран. А есть, например, такие страны, как Люксембург. Вот такая страна крошечная, в ней три государственных языка, французский, немецкий, люксембургский, плюс английский все знают, плюс голландский все знают. То есть, вот, большинство людей знает пять языков, и никто этому не удивляется, не считает себя полиглотом. И так, и так. Ну, скажем, три государственных языка, они все, и английский, четвертый, четыре языка все обязательно учатся в школе. А так еще, там еще иммигрантов много, у которых какой-то свой язык, там, португальцев много. В общем, пять-шесть языков вообще никого не удивишь. А есть страны, знаете, в каких странах меньше всего уровень людей, знающих другие языки? Соединенные Штаты и Англия. Потому что они, как бы, все вроде по-английски должны говорить, что это мы будем другие учить? то есть, вот процент населения, но я не говорю про иммигрантов, конечно, которые знают свой язык, а вот скажем, англоязычных людей, живущих в Соединенных Штатах и Великобритании, меньше всего процентов. Но это и понятно, потому что для изучения языка должна быть какая-то мотивация, а если она минимальна, да. А у вас есть книга собственного сочинения? Да, у меня есть книга. Помимо учебников, есть целый ряд учебников, которые я написал. Это учебники других языков для русскоязычных и русского языка для носителей других языков. Кроме этого, есть две книги по разным таким темам, включая философские, связанные с темой языка. Первая называлась «Магия слова», а вторая, которая вышла буквально позапрошлом году, «Язык мира». Язык мира. В которой я делюсь какими-то секретами изучения языков и рассуждениями по поводу языка как универсальной структуры. вот, ну, наверное, вы уже утомились, да? Есть еще вопрос? Пожалуйста. Не знаю, чем оправдан большой срок. я считаю, кстати, один из основных принципов моего собственного подхода, который я и для себя лично использую, и обучаю кого-то, обязательная компактность во времени изучения языка. Когда вот это растягивается там раз в неделю, по часу, это вообще бессмысленно, лучше этим время не тратить. Потому что, опять-таки, возвращаясь к современному менталитету, чтобы появился несгораемый запас какой-то информации, на это надо затратить очень интенсивный и компактный период времени. Неделю, две. Тогда будет какой-то уровень, после которого можно уже что-то продолжать. За период обучения в школе, да и в вузе, я думаю, минимум, ну, хотя бы на базовом уровне выучить пять-шесть языков. Но вы мне опишите инопланетянина, с которым мы встретимся, а я уже подумаю, какой язык применить. С каким-то надо по-немецки сразу, с кем-то можно и по-татарски. Они разные, просто с разных планет. Вопрос. Вот есть же люди, которые не могут говорить и используют другие средства общения, например, язык жестов или читают с помощью шрифта Брайля. Вы увлекаетесь такими языками? Нет, но есть люди в зависимости от какой-то национальной культуры, менталитета. Вот эти вторичные средства языка, они используются по-разному. Например, в итальянской среде жестикуляция это приоритет. На каждое слово может быть произведено 3, 4, 5, 6 жестов. Вот такой пример. Один раз я ехал в поезде по Италии и в купе, где я находился, там не работала вот эта ручка, то есть нельзя было запереться изнутри. Пассажир со мной, который в купе, итальянец, проводник итальянец. И вот этот пассажир позвал проводника и говорит, оба говорящие, оба очень разговорчивые. Вот такой диалог. Проводник ему говорит, не волнуйся, я присмотрю, я проконтролирую. Это нормально. Более того, я один раз делал такой эксперимент в разговоре с итальянцем очень разговорчивым. я его внезапно схватил за руки, он молчал, просто он пытался что-то произнести, но руки были у него скованы, он не мог сказать, без рук никак. А есть народы, которые прекрасно обходятся без рук и без слов тоже. Да, пожалуйста. как вы думаете? Правильно. Да, Калуга мне ужасно понравилась, я очень мало видел, но убедился, что очень много каких-то исторических событий здесь было, очень много известных людей здесь жили. А самое главное атмосфера. через этот парк проходишь, люди гуляют, неторопливо, солнышко, замечательный город, с удовольствием приеду сюда опять. Спасибо большое за внимание, за терпение. Спасибо. Спасибо.